С главными событиями к этому часу в студии Екатерина Дементьева. Сегодня в нашем выпуске. Пожар в жилом доме в центре Нарьинмара. Дознаватели выясняют причину возгорания дома 16 по улице Ленина. Освободил от должности. Глава региона Александр Цибульский в ходе расширенной планерки отправил в отставку руководителя департамента строительства ЖКХ энергетики и транспорта Валентину Саутину. Общественность Ненецкого округа продолжает обсуждать поправки в главный документ страны Конституцию. Какие инициативы актуальны для жителей Заполярья? Чудесные кружева от мастера декоративно-прикладного искусства. В Нарьинмаре открылась персональная выставка Марии Красовской. Вопрос о дате проведения общероссийского голосования по поправке Конституции будет решен до второго чтения президентского законопроекта в Думе, которое может состояться 10 марта. Об этом передает ТАСС. Напомню, Госдума 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом Российской Федерации Владимиром Путиным законопроект о поправке Конституции. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда Российской Федерации, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства. Также законопроект президента предусматривает проведение общероссийского голосования по закону о поправке Конституции Российской Федерации. Изначально второе чтение намечалось на 11 февраля, однако в связи с большим количеством поступающих предложений, срок сбора поправок был продлен до 14 февраля, а затем до 2 марта. Ранее спикер Нижней Палаты парламента Вячеслав Володин сообщил, что Госдума может 10 марта рассмотреть президентский законопроект во втором чтении. Все поступающие инициативы по внесению поправок в основной закон Российской Федерации обсуждаются на совещаниях рабочей группы по подготовке предложения о внесении поправок в Конституцию. Сегодня эта тема актуальна для большинства россиян, в том числе и для жителей Ненецкого округа. Мнение общественности в материале Ирины Никешиной. В ходе послания Федеральному собранию глава государства Владимир Путин предложил внести в основной закон страны изменения по 10 пунктам. Одно из предложений, которое вызвало всеобщую поддержку – закрепить в Конституции индексацию пенсий. Очень важный момент, ибо это уже будет действительное подтверждение того, что наше государство является социальным государством, и что одна из главнейших задач – это смотреть, какое же благосостояние наших людей пожилого возраста. И поэтому данное предложение мы горячо поддерживаем и действительно хотим, чтобы оно вошло в проект Конституции. Также в Конституции предлагается закрепить статус России как державу-победителя во Второй мировой войне. Предполагается, что это защитит прошлое от фальсификации и нападок. Идея о том, что в преамбле Конституции должна содержаться мысль о том, что мы являемся державой-победительницей, она, на мой взгляд, очень актуальна. Учитывая, что уже прошло 75 лет со дня окончания войны, наверное, приходит понимание величия этого подвига, который совершил наш народ в те очень сложные годы, когда на кону стояла судьба существования не только нашего государства, а вообще развития всей цивилизации. И вот мы должны понимать, что тогда народ совершил такой огромный подвиг для того, чтобы победить в войне. И вот, наверное, включение в Конституцию этой мысли, оно очень важно. Важно не только для нас, но и для последующих поколений, которые будут жить в России, о том, что забыть об этом мы не имеем права. Поправки в Конституцию, предложенные главой государства, активно обсуждались на площадке Общественной палаты Ненецкого округа. В результате дискуссии практически по каждому блоку поступили предложения. Они касались в том числе жителей арктической зоны. В блок сбережения народа предложено внести такую норму и закрепить ее на уровне Конституции. То, что ставка в 1% закрепляется на весь период ипотечного кредитования для жителей арктических территорий, приравненных к ним местности. В блок образования предложено внести такую норму, как обеспечение бесплатным горячим питанием всех школьников и учащихся образовательных учреждений арктических территорий. Но и в блок экономический – это закрепление льготных налоговых ставок для предпринимателей, которые работают в суровых арктических условиях. Свои предложения по внесению поправок в Конституцию внесла и председатель Союза пенсионеров Ненецкого округа Рима Костина. Одна из инициатив касается полномочий депутатов Государственной думы. А я предлагаю, чтобы была ответственность у депутата Государственной думы перед нами, электоратом, чтобы было прописано. Если он не оправдывает доверие электората, который его выбрал, электорат этот может его отознать. Вот это поправка. Работа над изменениями в основной закон продолжается. Напомню, срок сбора поправок в Конституцию Российской Федерации продлен до 2 марта. Дознаватели выясняют причины пожара, который произошел сегодня в доме номер 16 по улице Ленина. Сигнал о возгорании поступил в 11.20 и через пару минут на место прибыли сотрудники пожарно-спасательной части. Подробности в сюжете Александры Литковой. На первом этаже здания находятся магазин и офисные помещения. На втором и третьем расположены квартиры. Планировка дома коридорная. Я вот шла, просто шла уже обратно домой и вижу машину много. Ваша квартира сильно пострадала? Нет, она не пострадала. Не пострадала. В общем-то, только запах. В тушении пожара были задействованы 18 сотрудников и 5 единиц техники. На ликвидацию огня у спасателей ушло 20 минут. Переначально у нас объявлялся повышенный номер 1БИС. Значит, резервный караул дежурный был, значит, скажем так, вызван у нас из дома. Ребята, которые свободны от несения службы. Но, скажем так, это не потребовалось. Пожар был на начальной стадии ликвидирован. В квартире пострадала система отопления. Дом отключили от водоснабжения. Также отключено электричество. По информации сотрудников МЧС, возгорание произошло на кухне в этой однокомнатной квартире, где проживала молодая семья. Молодой человек с ребенком успел сам эвакуироваться и был доставлен в окружную больницу. В результате пожара квартира сильно пострадала. Погибла кошка. Трагедия могла бы быть и больше, ежели бы, скажем так, это все дело произошло в ночное время. Почему? Потому что нам поступали сообщения от жильцов, что там заблокированы были дымом жители в соседних квартирах. Они были выведены. Сейчас пока количество их не могу, но приблизительно около трех человек было выведено пожарными подразделениями в спасательных устройствах с третьего этажа. Ну, а так, скажем, пожар остался в тех размерах, которые он принял на момент нашего прибытия. Поэтому дальше никуда не распространился. Причины возгорания выясняют дознаватели. Александра Литкова, Владислав Ткачев, Телеканал «Север». И теперь о кадровых перестановках в региональной администрации. Глава региона Александр Цибульский в ходе расширенной планерки освободила должности руководителя Департамента строительства, ЖКХ энергетики и транспорта. Подробности в следующем материале. Причина увольнения Валентины Саутиной – низкий уровень контроля за исполнением реализации мероприятий в рамках национальных проектов. Так, в ходе оперативного совещания Александр Цибульский озвучил претензию руководителю строительного блока из-за невыполненного поручения по формированию плана ведения работ на объектах строительства. Валентина Викторовна, я, наверное, месяц назад, если не в прошлом году, просил по каждому объекту представить план выполнения работ с количеством людей, чтобы мы ежедневно знали, где у нас идет отставание по всем объектам. При этом я системной работы налаживания этой ситуации не вижу. Кроме того, что вы вместе с курирующим заместителем и департаментом мне все время рассказываете о том, что есть куча объективных обстоятельств, которые заставляют нарушать сроки. Я вам еще раз говорю, меня это не устраивает. Я хочу услышать, как департамент исправляет это не в рамках своей ежедневной деятельности, так же, как было год, два, три, пять назад, а в рамках того, что перед нами стоят стратегически важные задачи реализации национальных проектов, и каждый ваш объект является честь национальных проектов. В частности, речь шла о завершении строительства здания школы в микрорайоне авиаторов. Сдать объект должны были еще в конце 2019-го. И, как выяснилось в ходе расширенной планерки, сроки перенеслись аж на июль текущего года. Когда будет школа номер три завершена, можно я узнаю? Должна была быть завершена до конца декабря. Я так понимаю, мне бездудно Юрий Васильевич доказывал, что далеки еще от завершения. Даже без этапа, я не говорю, благоустройства внешнего. Когда закончатся внутренние работы на школе? Внутренние работы на школе закончены, кроме слаботочки. И актового зала. На актовый зал у нас имеется все оборудование. Внутренние работы, когда будет закончена работа? Мне не надо, чтобы она закончена работа. Внутренние работы будут закончены июль месяц. Все, что я прошу у вас ответить. Скажите мне, мы проводим штабы, ежедневно, ежедневно подрядчики докладывают. Что делается департаментом, кроме обычной, рутинной работы, то, что происходило до начала реализации национальных проектов и большого количества объектов строительства? Я хочу понять, каким образом департамент контролирует эту направленность. У меня складывается впечатление, что департамент не контролирует. Постарайтесь, я убедите обратно. Я переубеждать не буду. Ну тогда вы мне не нужны, как руководитель департамента. Хорошо. В итоге глава региона дал распоряжение в адрес аппарата администрации Ненецкого округа об освобождении Валентины Саутиной от занимаемой должности. Алина Ваучейская, Антон Водряков, Телеканал «Север». В Ненецком округе будет увеличен размер ежегодной денежной компенсационной выплаты жителям блокадного Ленинграда и труженикам тыла. Кроме этого, предусматривается ежегодная выплата и детям войны. Вопрос о внесении соответствующих изменений в региональный закон обсудили сегодня на заседании администрации Ненецкого округа. Изменения в закон, которые позволят выплачивать ежегодные денежные выплаты в повышенном размере отдельным категориям граждан, разработанный по поручению губернатора Ненецкого округа Александра Цибульского. Ранее соответствующее поручение он дал профильному департаменту в связи с празднованием 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Необходимо отметить, что действующей редакцией законного округа предусмотрено ежегодное представление мероподдержки лицам, которые награждены жители Бакадного Ленинграда, вдовы погибших участников Великой Отечественной войны, не вступившие в повторный брак, лицам, которые проработали в ТУ с тружениками тыла. На сегодняшний день установлена мера поддержки в размере 10 543 рубля. В рамках подготовки проекта предлагается установить данный выплат в размере 75 тысяч рублей. Общая сумма дополнительных единовременных выплат для тружеников тыла и жителей Бакадного Ленинграда составит в этом году 125 тысяч рублей, из которых 50 тысяч предусмотрены в федеральном бюджете по поручению главы государства. Но и это еще не все. В новой редакции регионального закона для детей войны предусмотрена разовая ежегодная выплата к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в размере 5 тысяч рублей. Далее эта сумма будет выплачиваться к юбилеям Победы. В настоящий момент дети войны, проживающие на территории Ненецкого округа, ежемесячно уже порядка 10 лет получают выплаты, которые составляют 7 тысяч рублей. Самый высокий размер ежегодной денежной выплаты в Ненецком округе предусмотрен для участников и инвалидов Великой Отечественной войны и составляет 150 тысяч рублей. По решению главы государства данные категории граждан получат также по 75 тысяч рублей из федерального бюджета. То есть мы на самом деле одни из немногих субъектов, кто уже с вами законодательством определил меры поддержки для категории дети войны. То, чего не было, это очень хорошо. То есть вот это приятно слышать, и надо нам ни в коем случае это не потерять, нашу уникальность в этом плане. В ближайшее время проект поправок в соответствующий окружной закон будет направлен в собрание депутатов Ненецкого округа. Мария Владимирова, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». В ночь с 20 на 21 февраля центральная часть окружной столицы останется без подачи холодной воды. На время отключения по КТС будет проводить замену трубопровода и запорной арматуры. В зону отключения попадут жилые дома по адресам улица Ленина 23А, 27, 27А и Б, 29, 29Б, 31А, 33, 35, 37, 33Б, 35Б, 39, 39А, 41, 41А, 41Б. Улица Тыковылки-2, проезд капитана Матросова 2, 6 и 8 и котельная НКК. Также подача холодной воды будет прекращена в социальные объекты учреждения, в частности, гостиницы Печора, офисное здание по улице Ленина 33А, Ненецкая ТРК, Ненецкая компания электросвязи, первая и третья школы, межшкольный учебный комбинат, Дюц-Лидер, ТПП «Лукойл», детский сад «Радуга», котельная номер 5 и котельная школы номер 4. Не забудьте отчитаться о доходах за 2019 год, напоминает жителям Ненецкого округа налоговая инспекция. Декларацию необходимо предоставить не позднее 30 апреля по форме 3НДФЛ, уплатить исчисленный налог необходимо не позднее 15 июля 2020 года. Декларацию обязаны предоставить лица, которые получали в дар недвижимое имущество, транспортные средства, акции, доли, паи от физических лиц, не являющихся близкими родственниками. Также в случае получения дохода от продажи недвижимого имущества и получения выигрыша в сумме до 15 тысяч рублей. Индивидуальным предпринимателям, нотариусам, занимающимся частной практикой, адвокатам необходимо также подать декларацию. Лица, заявившие в декларации как доходы, так и право на налоговые вычеты, обязаны предоставить документы до 30 апреля. Для получения исключительно налоговых вычетов по НДФЛ декларация предоставляется в любое время в течение всего года. Напомним, оплатить исчисленный в декларации налог необходимо не позднее 15 июля 2020 года. Мечты, вплетая в кружева. Персональная выставка мастерицы декоративно-прикладного искусства Марии Красовской открылась накануне в выставочном центре города Нарьинмара. Вместе с первыми посетителями уникальной работы оценила моя коллега Ольга Руссул. Когда увидела его, я сказала, что жизнь прожита зря. И пока я его не сделала, я не успокоилась, и жизнь сразу же наладилась. Мария Феликсовна Красовская – мастерица, что говорится, от Бога. Нет, наверное, такой техники рукоделия, в которой бы она не попробовала свои силы. Страсть к творчеству получила в наследство от любимой бабушки. Именно она научила Марию вязанию. На сегодняшней выставке ее кружева, вязаные крючком, сплетенные из бисера, исполненные в технике фриволите. Фриволите – это очень старинное рукоделие. Вяжется оно челноками. Пришла она к нам с Востока. Вязали на Востоке его только мужчины. Считалось, что это очень-очень сложное занятие, и женщины этим заниматься не могут. В дореволюционной России техника вязания кружева получила широкое распространение. И даже была своя школа. Но советская власть признала фриволите буржуазным излишеством, и оно сошло на нет. Сейчас техника кружевоплетения снова популярна. Набирает обороты поклонников. А что самое главное, в 90-е годы нашего века три наши женщины с отечественницей, которые создали очень большую школу фриволите, они изобрели такое рукоделие, как анкарс. Это имеет два направления. Или в плетении прямо в нитку бусин и бисера, или на отдельной нитке вышиваются готовые изделия. В стиле анкарса особенно хороши украшения – серьги, колье, диадемы. Сколько времени уходит на создание одного кружевного шедевра, Мария Феликсовна не знает, потому что создает свои работы урывками. Времени не хватает на все задумки. Среди первых посетителей персональной выставки Мария Красовская и ее соратницы по творчеству – участницы клуба «Фея». Выставку я посмотрела, но некоторые произведения я уже видала, потому что я хожу в клуб «Фея», вместе мы с Марией Феликсовной занимаемся. Этим, конечно, она нас тоже учила, но нам это как-то не удается пока еще. Хотя вещи очень красивые, очень нравятся, она молодец, она очень хорошо вяжет крючком, но все, 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 золотые руки. Впервые я попала сюда на эту выставку, на открытие выставки. Очень понравилась атмосфера тут, работы замечательные висят. Я, конечно, не занимаюсь рукоделием, но начинаю. И что мне захотелось, ну или, наверное, для чего создаются такие выставки, для того, чтобы, наверное, люди пришли, впечатлились и захотели тоже попробовать себя. Или, может быть, фриволите, да. Вот у меня есть желание попроситься к Марии Феликсовне, чтобы она меня научила фриволите. Удивительные, просто воздушные, кружевные воротнички на платье, вязаные кардиганы, украшения, достойные самой королевы. Работа мастерицы не оставит равнодушным никого. Работы, представленные на выставке, доставят эстетическое удовольствие, эмоциональный заряд внесут в наши будни. И, конечно, вы увидите массу интересных работ. Это работы в технике, старинной технике, фриволите. И, конечно, схемы для этих работ Мария Феликсовна подбирала специально, пользуясь схемами работ старинных мастеров. Рассказывать о работах Марии Красовской можно бесконечно, но все же лучше увидеть. Посетить персональную выставку мастерицы Марии Красовской может любой желающий. Она продлится до 17 марта в Центре декоративно-прикладного творчества города Нарьинмара. Ольга Русул, Антон Водряков, Телеканал «Север». Такова информационная картина этого дня. Далее смотрите прогноз погоды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова